С 52 года мы вот на этой улице живем. Сегодня для нас знаменательнейшее событие. Улица присвоена имя нашего отца. Я, во-первых, благодарен городским властям, областному кемату, республиканской аномастической комиссии, которая приняла решение. Ходотайство было еще 5 лет назад, но в конце концов принято решение справедливым, потому что вот эта улица, вот эти вот 5 домов, как раз были построены в 52 году шахтостроительным управлением. Руководителем шахтостроительного управления был как раз Упажалышляев. И вот построенные дома были распределены среди работников управления. И так назвалось шахтостроительным. Улицу назвали имени Машляева как первостроителя и этой улицы, и города Караганды. Ну, Карагандицы многие знают, могу напомнить, что он является настоящим первостроителем Караганды. В годы войны они, вот, комсомолец Караганды, возглавлял комсомол Караганды, труженики тыла тогда помогали фронту, в том числе и наш отец. В мирные годы он работал в тресте Карагандаджилстроя. Все жилищное строительство в Караганде в основном, процентов 70, возводилось в тресте Карагандаджилстроя, где он работал. Работал в системе профтеопрограмм. Одним словом, действительно, не как отец, я говорю, а как человек, он заслужил того, чтобы эта улица была названа его именем. Ну, во-первых, это нужно было, безусловно, пройти через процедуру общественных слушаний. Вот в прошлом году, в прошлом году, в Майкадуке, во Дворце культуры, в Майкадуке собирались примерно 200 человек, карагандинцев, которые бурно обсуждали процесс переименования нескольких улиц, но в конце концов проголосовали за переименование двух улиц. Это вот Кошхарваева и Шексастриди, и нашу улицу. Это общественная служба. Для нас это была самая главная оценка карагандинцев и мнение карагандинцев о том, что это нужно. Мы, безусловно, рады. Дети, внуки, правнуки, все фактически здесь сегодня съезжаются для того, чтобы отметить этот радостный день. Семеро детей. Мама воспитала. Нас, братья папины, росли тоже в этом доме. Внуки тоже в этом доме. Ну, я вот, знаете, не задавался статистикой. Ну, в среднем у каждого из детей, из пятерых детей, минимум трое. И у них минимум два-три. Так что это очень множество. То есть это и правнуки. Правнуки. И у мамы праправнучки есть. Маме 94 года в этом году исполняется. Она вот хранитель этого очага. И мы все приехали именно к ней. Сегодня, безусловно, нужно поздравить. Главное, поздравить ее. Потому что вот она с первых дней жила, до сих пор живет. И у нас есть где остановиться, где сегодня, если так образно сказать, и отпраздновать это событие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня мы живем в Казахстане. 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 Люди вышли из землянок, копай города и вошли в благоустроенные квартиры. И это все благодаря усилиям тресно-карагандажа в строй, это благодаря усилиям Сапужана Ашляевича Ашляева. Пусть все ваши планы непременно воплотятся в реальности и удача ярко освещает ваш жизненный путь. С открытием улицы имени Сапужана Ашляева. С уважением. Казахстан, герой Российской Федерации, летчик-космонавт, генерал-лейтенант авиации, доктор технических наук, профессор, советник президента Республики Казахстан Алгат Мусабаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин